В самом северном районе Сочи градут серьезные изменения и руководить ими предстоит новому главе местной администрации Сергею Бражникову. До этого он занимал пост начальника полиции района. Начать планируется с ремонта дорог в ООО и Вардоне. Анатолий Пахомов дал поручение разобраться с благоустройством улиц и привести все здания района к единому архитектурному облику. Одной из главных и самых застарелых проблем района, по словам градоначальника, остаются самострои. К тому же, по данным администрации курорта, часть жителей Лазаревского района размещают в частных отелях и гостевых домах туристов, а вот платить налог за аренду земли не спешат. В итоге долг за 2014 год составляет более 100 миллионов рублей. Надо навести порядок в Лазаревском районе. Было время, когда они там вообще оппортунистами были, да, потом их постепенно-постепенно приводили в порядок. Сейчас время им сказать, что закон суров, но он закон. Не надо его всем выполнять. По итогам прошлого года бюджет города выполнен в полном объеме, однако имеется резерв по неуплате налогов на имущество физических лиц. У нас очень много граждан, которые имеют собственность в Сочи и Нагородье, там, Москва, Петербург. И рассмотрение этих процессов проходит без нашего участия, мировыми судьями. И мы получаем материалы, от них задержка времени месяц-два. Из-за нехватки денег, с которыми в том числе не спешат расставаться должники, невозможно благоустроить улицы города, отремонтировать дороги. Главам администрации районов мэр дает поручение каждый месяц контролировать налоговое поступление в казну. На совещании Анатолий Пахомов представил бывшего руководителя налоговой службы по Курганской области. Юрий Касьяненко переехал в Сочи, однако сбором пошлин заниматься не будет. Теперь он директор предприятия Сочи Автотранс. И именно ему предстоит сделать так, чтобы оплата за проезд в обмен на билет в городских автобусах стала правилом, а не исключением. Предприятие и база предприятия хорошая, и материально-техническая база хорошая, но с экономикой там достаточно плохо. Мы при всех сложностях нашего бюджета, мы уже несколько раз подтягиваем это предприятие. Вместе с тем на совещании обсудили не только будни, но и предстоящие праздники. Подготовка к 70-летию со дня победы уже началась. К мае в Сочи отреставрируют 11 мемориалов. На это планируется выделить 44 миллиона рублей. Мы сейчас сделали, уже завершили работу только по первому объекту, по нашему мемориалу. Работа сложная, но мы уже нашли подходы, понимаем, как это сделано. У нас разработан проект зоны охраны этого мемориала, проведена государственная историка, культурная экспертиза этого проекта, получено положительное заключение. Также к 9 мая во всех районах города отремонтируют братские могилы, а в Лазаревском установят дополнительные мемориальные плиты. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.